Господский дом уединен, горой от ветров отрожденный, стоян над речкой вдали. Пред ним бестрели и цвери, луга и мивы золотые. Строчки Пушкина настраивают. Сразу встает перед глазами старинная усадьба в окружении вековых дубов, изящные дамы в кринолинах и галантные кавалеры в цилиндрах. Можно представить, а можно и увидеть. В Щелковском историко-художественном музее открылся новый раздел постоянной экспозиции – усадьбы Щелковского края. Увидеть можно, но потрогать не-не. Впервые музей убрал часть экспозиции в такую большую витрину, слишком ценные в ней экспонаты. Все предметы заключены в большую витрину, что дает спокойствие музейным работникам о том, что к ним не подтянется рука наших посетителей. Но есть и несколько предметов в открытом доступе. В витрине свадебное платье, пианино, резные парные кресла в стиле русский модерн, популярном в конце XIX – начале XX веков. Реплика вазы кузнецовского фарфора. Сорти де баль – накидка для выхода в свет конца XIX века, которую дамы надевали поверх бального платья. Веера того же периода. Скульптурный портрет девочки в шляпе второй половины XIX века. А также небольшие вещицы и безделушки. В открытом доступе стулья, которые когда-то принадлежали семье щелковских фабрикантов-рабенников. Французская этажерка в стиле шинуазри. В буквальном переводе это слово означает «китайщина». Стиль такой, возникший в Европе в конце XVII века, в котором использовались традиционные восточные мотивы. Усадебную коллекцию собрали из предметов музейного фонда, многие из которых передали жители Щелкова. Вот, например, настенное зеркало последней четверти XIX века, которое оказалось с сюрпризом. Нам это зеркало принесла Барабушкина Калина Борисовна. Мы вскрыли заднюю стенку этого зеркала и оказалось, что там были подложены туда для устойчивости задней крышки, я так понимаю, две газеты 1880-1881 годов. Какие-то предметы выставлены в изначальном виде, какие-то реставрировались с помощью администрации округа, совета депутатов и меценатов. И во всю эту старину аккуратно вписан XXI век. Интерактивный стол, в котором собрана документальная информация обо всех усадьбах Щелковского края. Когда-то у нас было не менее 60 землевладений с усадебными домами и парками. До наших дней сохранились немногие. Владелец и реставратор усадьбы Гребнева Андрей Ковалев обнаружил в интерактивной плоскости себя. Заодно рассказал о работе по восстановлению усадьбы. Атмосферу дня в музее раскрасили сценки из дворянской усадебной жизни, русские романсы и скрипка. В 21 веке интерес к усадебному наследию возрождается. Усадьбы становятся точками притяжения и центрами туристической и культурной жизни. Поэтому новая экспозиция в музее точно вызовет интерес. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.